начнем по порядку если можем да грех чего начинается все с покаяния или с греха 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 все-таки о искуплении мы говорили об искуплении да мы говорили о понятии чистоты грех и нечистота такие ключевые понятия грех это понятие которое называется не попасть куда в цель мимо цели промахнуться и как только мы начали говорить о цели тогда мы говорили творец цель творение что ответственность ответственность понятно что это все пока связано только с понятием греха мы устанавливаем для себя некий фундамент рисуем для себя некий фундамент на котором мы дальше начнем что-то строить и поэтому вот эти вот все два дня я вам показываю как общее понятие которое мы используем грех нечистота творец цель творение ответственность чистота понятие очень специфические связаны только с богом определить чисто чистое или нечистое был призван кто кто-то первый ответ мне больше нас священник священник был поставлен на то чтобы отличать чистое от нечистого святого от не святого понятно что против притязание всех современных раввинов на установление галактических постановлений и определение чистого и нечистого мягко говоря не соответствует торе потому что согласно торе определяет что есть чистое что есть нечистое мог только кто священник здесь понятно окей и так понятие чистоты священник объявлял что-либо чистым или нечистым очень интересное слово объявлял он говорил этот предмет чистый а этот предмет нечистый причем что нибудь найду одинаковое дайте мне что нибудь чтобы оно было одинаково о две одинаковых ручки две одинаковых ручки видно да и вот священник мог сказать чистая чистая нечистые 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 но одна при этом была чисты и а другая при этом же была? А в чем разница? Священник сказал. И ответ абсолютно верный. Священник сказал. Я не знаю, он так сказал. Еще раз. Я не знаю, он так сказал. И от того, что он объявил это чистым, оно становилось каким? А если он говорил нечистое, оно было нечистое. Вся ответственность, кстати, на священнике перед Богом. Итак, любопытнейшие вещи, которые для нас будут иметь некое значение в дальнейшем. Почему он объявлял и оно становилось таким? Он объявлял, и оно становилось таким. О, у него была власть это сделать. Он имел право это делать. Право, которое ему дал. сейчас. я возьму библию прочитаем одно место которое имеет некое отношение к чистоте и будет достаточно наглядно иллюстрировать то чем мы говорим сейчас нас будет интересовать одна интереснейшая история луки 4 глава луки 4 глава и я буду читать 16 стиха и пришел в назарет где был воспитан и вошел по обыкновению с моим в день субботний в синагогу и встал читать ему подали книгу пророка исаи он раскрыв книгу нашел место где было написано дух господин на мне ибо он помазал меня благовествовать нищим и послал меня исцелять сокрушенных сердцем проповедует пленным освобождение слепым прозрение отпустить измученных на свободу проповедует лето господне благоприятно и закрыв книгу отдав служителю сел глаза всех синагоги были устремлены на него и он начал говорить им ныне исполнилось писание сие услышанное вами и все засвидетельствовали ему это и дивились слова благодати исходишь из уст его и говорили не иосифов ли это сын они что делали они все что делали дивились словам благодати исходившим от него понятно что то что он сделал оно их удивило оно их коснулось они все удивились и поняли что это слова благодати да он сказал им конечно вы скажите мне присловие врач исцели самого себя сделать здесь в твоем отечестве то что мы слышали было в капернауме и сказал истинно говорю вам никакой пророк не принимается в своем отечестве поистине говоря много вдов было в израиле в одни или когда заключено было небо три года и шесть месяцев так что сделался большой голос по всей голод по всей земле и ни к одной из них не был послан или а только ковдове в сарепту седонскую много также было прокаженных в израиле при пророке елисея и ни один из них не очистился кроме немана сирианина услышавши это все в синагоге исполнились чего ярости мы видим все они удивились словам благодати и точно также все они исполнились чего ярости нас будет интересовать свете вопросов грех чистота вопрос много было прокаженных в израиле в дни пророка елисея и ни один из них не очистился что обидно было в этом высказывании что было ущемлено в национальной части отсутствие веры скажите пожалуйста тогда по идее насколько я понимаю претензии у израиля должны были быть как минимум к елисею но тогда не могли прийти в свое время к елисею сказали слушай елисей ты шо вообще ты кого собственно говоря исцелил что это за дела претензии должны были быть кому ну претензии к богу а что иисус говорит ну посмотрите он ну елисей же исцелил а чё тогда претензии к ну тогда чё какие претензии к иисусу когда он это вспоминает не он же исцелял елисей такое же как а в чем была проблема с во времена пророка елисея а откуда мы знаем не веря был ответ откуда мы знаем что во дни пророка елисея было такое состояние как не вере во первых мы помним предшествующие события когда или пришлось совершать тоже достаточно серьезные действия когда вот был было устроено соревнования с жрецами вала когда были уничтожены жрецы том голод засуха то есть все вот эти вот вещи которые по сути являются наказанием для народа израиля это изложено в торе и это может свидетельствовать тем что народ на самом деле просто отвернулся от бога ну я не вижу пока вот ну как бы для меня хотелось бы понятного объяснения что было оскорбительного в том что он сказал вас устраивает такое объяснение оскорбительным было то что евреи считали что они являются монополистами взаимоотношений с богом а тут бог исцеляет язычника тогда претензия должна была быть кому к богу ну или по крайней мере к елисею к иисусу да причем но интересно что и шо он же прочитал отрывок относящийся к мессии и он претендовал то есть в данном случае в принципе он и заявил что он и есть тот самый мессия и как бы ответственность за все то что происходило тогда и сейчас кстати говоря они же хотели исцелиться но написано дальше что немногие исцелились по из-за того что не была вера у них ну или здесь а выгнали его вон из города там не до исцеления уже было исцелиться хотели но исцелиться не могли меня еще раз извините в какой части между 16 и 29 они хотели исцелиться меня интересует друзья мои простое понятное объяснение на самом деле история была очень простой пришел ко мне мальчик мой старший сын с этим вопросом говорит послушай папа я не понимаю я не понимаю почему они были так возмущены я дал возможность некоторым другим людям отвечать ему на этот вопрос и ответы были приблизительно вот такие но мой мальчик не устраивает меня лично не устраивает такой ответ и после этого я понял что не всегда наши ответы могут устроить других людей и здесь у меня вопрос к вам вас устраивает такой ответ и когда он заявил о своей божественности что с ними произошло до написано что все засвидетельствовали ему это и дивились словам благодарить все засвидетельствовали ему это они для начало все дружно согласились тем же он сказал вот в чем упрекнул их в том что он сказал предисловие врач истили самого себя и сделай действием отечестве то что мы слышали было в капернауме и он говорил истинно истинно вам никакой пророк не принимается в своем отечестве потому что говорю вам много каков был в израиле во дни или когда заключено было три года шесть месяцев что сделался большой голов по всей земле и ни к одной из них не был послан или а только к вдове сарепту седонскую и много было прокаженных в израиле при пророке элисея и ни один из них не очистился кроме ним не мана самарянина вот здесь получается что он упрекнул в том что они у них действительно нет нет веры стоп 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 я благодарен вы прочитали отрывок вы еще раз прочитали весь отрывок отлично с этого мы начинали теперь пожалуйста в чем в том что у них нет веры пожалуйста покажите мне в какой части а он упрыгнул и где этот упрек послушайте я здоровый человек скажите мне пожалуйста вот ну я читаю текст и же здесь написано что он говорил о себе здесь написано что он просто прочитал то место которое относится в мессии и они вспоминая это место радовались той благодати которую бог обещал им когда она придет ну и сказал он нет секундочку дух господа бога на мне и он говорит ныне исполнилось это писание ныне сегодня но он говорит о себе ныне как правило оно широкое во времени но оно конкретное когда но говорится ныне сегодня сейчас он горит сегодня сейчас здесь конфликта не было когда он говорил это конфликт был не согласны они согласны с тем что он прочитал они согласны что ныне исполнилось они с этим совсем согласны никакого конфликта нет конфликт начинается позже когда он начинает говорить он сказал им конечно вы скажете мне пресловие врач исцели самого себя сделать здесь в твоем отечестве то что вы слышали было в капернуме что здесь обидного ну и что ну нормально послушайте скажите пожалуйста что обидно в том если вы мне скажете ну конечно ты сейчас скажешь сделай чудо я скажу конечно скажу сделай чудо что обидно стоп 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 вы начинаете рассказывать что они не верят во что-то это все классно он говорит конечно вы скажете мне и дальше он говорит что то он говорит какая проблема я скажу что в этом обидно если пришло то царство о котором ты говоришь то где же чудеса ну это в чем где он их обидел этим ну что они хотели ему сказать исцели самого себя ну они предполагали что он такой же как и они и что обидно в этом чем он их обидел человеку сказать ты вообще по уши в грязи где из этого следует что он говорит им вы по уши в грязи исцели себя самому ну что это фраза означает они это обозначает что они его обижают они он их ну все все наоборот это обозначает что вы сейчас будете обижать меня а не я буду обижать вас на самом деле вы сами такие как вы думаете где из этого следует ну вот из этих слов из цель самого сделает то же самое в отечестве просто придумай ну что ну вот давайте в чем это обидело если бы я тебе сказал конечно ты скажешь конечно ты скажешь я читаю а ты меня я тебе говорю конечно ты скажешь при слове врач исцели самого себя врач исцели самого себя это чтобы поговорка если ты сейчас мне это скажешь и я тебе говорю наперед что ты мне сейчас скажешь эту поговорку что обидного я тебе говорю поговорка лучше быть богатым и здоровым чем бедным и больным конечно ты мне сейчас скажешь поговорку лучше быть богатым и здоровым чем бедным и больным я тебе сильно обидел я тебя сильно этим обидел еще раз контекст беседы очень простой и я буквально привожу поговорку которая имеет отношение к контексту нашей беседы другими словами поговорка лучше быть богатым и здоровым чем бедным и больным говорит о безусловных вещах что лучше таки быть таким чем другим но при этом не сообщает нам как нам стать богатыми и здоровыми разговор собственно говоря тогда ни о чем мы констатируем какой-то факт но руководство к действию но и это то о чем мы сейчас все время разговариваем и не подождите но по дерибасовской говорят у вас в одессе гуляет медленно и постепенно так я пытаюсь чтобы вы мне объяснили если вы утверждаете что здесь есть что-то обидное объясните мне пожалуйста так чтобы я понял что здесь есть что-то обидно в чем упрек да это дальше это дальше про вдов это дальше здесь что обидно да это было чуть чуть позже спасибо пока ничего обидного нету еще обидного послушайте но я могу говорить какие-то вещи наперед что вы к примеру не примите моего учения я вас сильно оскорбил ну еще раз ну спуститесь немножко и читайте текст ну не выдумывая себе никаких вещей ну не выдумывайте ну там нормальный текст он говорит конечно вы скажете мне конечно вам удивительно и вы можете сказать поскольку ты претендуешь на это то сделай это это нормально если вы меня это попросите это нормально и вы так сделаете вы попросите да здесь идет речь очень интересных вещах но они кроются чуть чуть дальше я вам сказал что меня будет интересовать собственно говоря не история про поговорки меня будет интересовать история про прокаженного потому что история на про прокаженного напрямую касается вопроса чистоты или не чистоты поэтому меня интересует как раз этот аспект и я спросил что было обидного в этой части чем чем если можно говорить и в микрофончик у специального и были исцелены прокаженные но только один вернулся где там такое написано только один очистился а очистился он из-за того что он поверил что оскорбительного для всех остальных слушающих потому что прокаженные раньше они что оскорбительного в этом высказывание для всех остальных случаев но он сравнил их где я прошу прощения есть сравнение их с прокаженными я просто спрашиваю вы вы приводите аргумент и говорите он сравнил их с прокаженными я не возражаю покажите в какой части стиха мы можем увидеть что он сравнивает их с прокаженными много когда-то во дни пророка были прокаженные где он их сравнивает с прокаженными где он называет напрямую говорит вы прокаженные я сам пытаюсь разобраться вот эта фраза сделай здесь в твоем отечестве то что мы слышали было в каперналоне что он сделал в каперналоне ничего обидного в той фразе не было возвращаемся к той части которая меня интересует он сравнил себя с тем пророком а соответственно свою аудиторию с тем отечеством которое не принимало пророка он провел параллель в чем проблема в параллеле я бы если бы сидел в этой аудитории я бы четко увидел что он меня сравнивает с теми кто не получили исцеление а не чистота вот то есть проказа она же ладно давайте немножко проще будем я понял друзья мои вы знаете закон о прокаженных они не имели права являться в Израиле и побивали камнями я понял хорошо не знаете изоляция изоляция священник осматривал человека и объявлял ему прокаженным или не прокаженным причем были разные виды проказ значит и соответственно только за стенами Иерусалимы человека осматривал священник если он признавал его не чистым то он должен был покинуть город или вот то селение в котором он находился значит или же священник признавал его чистым и тогда он мог свободно жить дальше от своей жизни прокаженного так разные были проказы если скажем еще раз я прошу прощения объясните мне вот такой момент прокаженного он объявлял чистым нет прокажен священник осматривал человека если он признавал его прокаженным и объявлял прокаженным то этому человеку можно не перебивать если священник объявлял этого человека не чистым то он не имел права находиться это я понял если же этот человек то есть священник считал то есть определял прокаженный он не прокаженный чистый он или не чистый потому что опять таки не всякая проказа еще была не чистотой то есть там был вид проказы который не чистым не считался а был вид проказы который считался не чистым а потом очищался так он был прокаженным той проказа которая проказа или он был прокаженным той проказа которая не проказа Не всякая проказа может быть чистой Прокаженный может быть Вы не услышали мой вопрос? Давайте я еще раз повторю Он был прокаженным той проказой Которая проказа? И не чистая Или он был прокаженным Которая не та проказа, что проказа? Но чистая А, спасибо большое Все-таки той проказой, что проказа Хорошо, сейчас я найду место Сейчас. Я же просто спросил. Подсказать мне, искать? Левит 13 лава. 13. Когда у него появится на коже тела опухоль, или лишай, или пятно, или на коже тела его сделается так, как бы язва проказывает, то должно привести его к священнику или одному из сынов его священников. Священник посмотрит на язву, на кожу тела. Если волосы на язве изменились в белой, и язва оказывается углубленная в которую кожу тела, то это язва проказывает. Священник осмотрел его, объявит. А если на кожу тела пятно белое, но оно не окажется углубленным в кожу, и волосы не изменились в белое, то священник, имеющий язву, должен заключить на 7 дней. То есть, он имеет проказу или язву? Язву. Это не тот вид проказа, что проказа, это тот вид, который пока еще язву, да, еще пока не проказа. 7 дней священник смотрит на его, если язва остается в своем виде и не распространяется язва на коже, то священник должен заключить его на другие 7 дней. В 7 день опять священник осмотрит того, если язва менее приметна и не распространяется язва по коже, то священник должен объявить его чистым, это лишай, и пусть он умоет одежды свои и будет чист. То есть, это проказа, но это тоже не проказа. Или это проказа не проказа, а на самом деле лишай. Это нормально. Итак, это проказа или нет? Подождем. На этом месте, дальше не надо читать, пока это проказа или не проказа? Лишай написано. 13-е. Написано. Объявить чистым это лишай, и пусть он умоет одежды свои и будет чист. Так это проказа? Лишай. На самом деле было подозрение на проказу. Он приходит, его приводят к священнику, священник смотрит, говорит, не знаю, что даже вам сказать, иди отсюда на 7 дней. Заключает его в какое-то место, никуда его не выгоняет, его закрывают в специальное место, его там держат. Он не ходит свободно, он не гуляет. Потом его приводят опять к священнику. Священник смотрит, говорит, так, хорошо, еще на 7 дней. Его опять уводят на 7 дней, потом опять его приводят, и он смотрит на него. И говорит, это не проказа, это лишай. И что он говорит? Он чистый. Это не та проказа, что не проказа. Это не проказа. Это что? Лишай. Это застарелая проказа. Тогда, когда застарелая проказа, он говорит, он не чист. Это 11 стих. Но нас будет интересовать 13 стих. Что написано в 13? И увидит священник, что проказа покрыла все тело его, и он объявит больного чистым. Вот это то, что нас интересует. Можно я не буду отвечать? Хорошо. Итак, больной покрыт чем? Проказа. Все тело. Все тело. Священник объявляет прокаженного каким? Аж побелел. Аж побелел. Согласен. Священник объявляет его каким? Чистый. Он прокаженный? Да. Прокаженный. Все нормально. Он прокаженный. Ну, давайте будем дружить с глазами. Он весь покрыт чем? Проказа. Проказа. Скажите, пожалуйста. Если он весь покрыт проказом, он прокаженный? Прокаженный. Ну, давайте будем здоровыми людьми. Он прокаженный. Если человек прокаженный, он какой? Нечистый. Он не грязный. Это не вопрос грязи и чистоты. Он не чист. Но священник объявляет его каким? Чистым. Невероятно. Вообще непонятно. Согласен. Так вот, я же об этом и спрашивал. Знаете ли вы закон о проказе или нет? Как это понять? Послушайте. Белый свет святости. Я бы не хотел так побелить. Послушайте. Проказа страшная болезнь. Проказа страшная болезнь. Мы сейчас не будем обсуждать, что это за болезнь. Ну, или пару слов, может быть, сказать вам на всякий случай. Заболевание нервных окончаний. Человек перестает чувствовать боль. Несмотря на то, что он разлагается на глазах, он при этом не ощущает боли. Проказанный не чувствует боли, потому что поражены нервные окончания. И болезнь развивается поэтому очень интересным образом. Любой порез, любой ожог, организм не сопротивляется. Поэтому он начинает разлагаться, гнить и так дальше. А? Слава Богу, когда нам больно. Да, слава Богу, когда нам больно. Что? В 11 стих застарелая проказа нечистая. Нечистая. Застарелая проказа нечистая. А там проказа чистая. А там проказа чистая. Абсолютно непонятно. От кого зависело, чистый он или нечистый. А священник? Священник объявлял. Глазками вы могли видеть все, что угодно. Глазками вы могли видеть все, что угодно. И когда мы видели этого человека, он говорит, куда ты идешь? Ты прокаженный? Он говорит, ты не понял, я чистый. Он говорит, какой ты чистый? Ты прокаженный. Он говорит, ты не понял. Священник сказал, чистый. Ну, как в кино. Начальник сказал, отпусти. Помните, нет? А? Внутренне он чистый. Нет, там ушла речь о внешней чистоте. О проказе. Речь идет о проказе. Все нормально. Почему он чистый? Потому что священник так сказал. Кто грешил? Мама дорогая. Закон о проказе. Закон о проказе. Там написано вначале. Закон о проказе. И это то, что Бог повелевает сделать священнику. Так это священник грешил? Нет, но тогда он грешил. Он послушал себе. Тогда в чем вопрос? Тогда в чем вопрос? Вот это же я мучаю вас. В чем же вопрос? Вы же не понимая закона о проказе, не можете понять, о чем там шла речь. На самом деле, на самом деле, человек полностью покрытый проказой. Когда, когда не остается ни одного шанса, что болезнь отступит, потому что он полностью покрытый, священник осматривал, ну, то есть, ты полностью заболел или еще нет? Если ты еще не полностью заболел, иди, грязный, нечистый. Если он не полностью покрыт проказой, он какой? Нечистый. А вот если он полностью покрыт, священник говорит, вот теперь ты чистый. Вот теперь ты готов. Вот теперь ты именно в той кондиции, когда ты полностью заболел. и Бог тебя может исцелить. И здесь не было условия. Единственное условие было полностью покрыть проказой. И тогда священник объявлял его чистым. И этот человек исцелялся. В 14 главу там были определенные действия, которые он должен был сделать, и этот человек исцелялся. Иисус говорит следующие слова. Говорит, послушайте, много было прокаженных, но даже проказа не привела вас к Богу. Он говорит им, послушайте, ребята, в те дни в Израиле много было прокаженных, но никто не очистился. Почему? Потому что даже прокаженные не хотели приходить к Богу. Израиль был в таком состоянии, что даже за исцелением от проказы вы не приходили к священнику. Никто, ни один не исцелился. Почему? Потому что не пришел. Удивительные вещи. Никто не исцелился. Почему? Потому что не пришел. Пришел Нейман. И тот был кем? Серьезный. Серьезный. Язычный. Язычный. Удивительная вещь. Соответствовал ли Нейман? Требованием. Соответствовал ли Нейман требованиям закона? Елисей вообще не вышел на него посмотреть. Он вообще не осматривал. И прибыл Нейман на конях своих, на краснице своей, становился у входа в дом Елисея. Выслал к нему Елисей слуху сказать. Пойди, амойся семь раз в Гордане, и обновится тело твое у тебя, и будешь чистым. Он вообще к нему не вышел. Он не приносил того, что было положено в 14 главе. Он вообще этим не занимался. Он говорит, пойди, помойся, все будет нормально. Тот вообще обиделся. Тот вообще обиделся. Там были интересные истории, потому что тот же пришел к царю, он говорит, вообще, вы что творите, ребята? Помните эту историю, нет? Не помните? Сириане однажды пошли отрядом и взяли в плен из земли израильской маленькую девочку такую. И она служила жене Нейманова. И сказала она госпоже своей, если бы господин мой побывал у пророка, который в Самаре, то он снял бы с него проказу. И пошел в Нейман и предал это господину своего. Говорят, так говорит, девочка, которая из земли израильской, маленькая такая, бегала там по двору. И сказал царь сирийский Нейману, пойди, сходи, я пошлю письмо к царю израильскому. Он пошел, взял с собой 10 талантов серебря, 6 тысяч секилизота, 10 перемен одежды. Принес письмо царю израильскому, которое было сказано вместе с письмом. Я посылаю тебе Неймана, слугу моего, чтобы ты снял с него проказу. Царь израильский прочитал письмо, разодрал одежды свои и сказал, разве я мог, чтобы мне умерщвлять или оживлять? Он посылает ко мне, чтобы снял с него человека проказу его. Вот теперь знайте и смотрите, что он ищет предлога враждовать против меня. То есть там интересная история. Елисей даже не выходит. Прокаженный исцеляется? Он говорит, ребята, все, что надо было сделать для того, чтобы получить исцеление, что сделать? А вы пошли? Говорит, язычники, которые не знали его, что сделали? Пришли. Пришли и получили исцеление. Говорит, а вы? Проблемка. Не с неверием, а с нежеланием идти к Богу. Есть разница? Ясно это видно? Ясно это видно? Или не очень? Оттуда начинай, да? Он говорит, кстати, и о вдовах была некоторая проблема в Дни Пророка. Ни одной нормальной вдовы нельзя было найти. В Израиле в то время не было ни одной нормальной вдовы. пришлось отправлять в Сарепту. И та была Сидонская. Вопрос был очень прост. Перерыв, потом будем разбираться опять с законами на проказе. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова